Всем привет! Сегодня хочу рассказать о своем каяке надувном производства Time Trial. Каяк называется Waterfly 1. Я не хожу специально по порогам, он используется скорее для походов, для озерного каякинга, для каких-то сплавов по рекам многодневных. И в этом ключе я и поделюсь своим мнением. Обычные водные походы, речки с течением, какие-то озера, какие-то большие пространства, ветер, волна, небольшие порожки, шиверы. Вот что-то в этом духе. Плохая погода, хорошая погода, большие расстояния. Насколько его удобно транспортировать, насколько он быстро собирается, разбирается, насколько ремонтопригоден, какие сильные и слабые стороны. Вот про это мой обзорчик. Вот он собственно каяк. Видим, что каяк по размеру не большой, не маленький, он одноместный и вполне достаточен для того, чтобы можно было одному взрослому с достаточным количеством груза отправляться в поход. Ну, я с собой обычно беру три гермы, сам сажусь вперед. Вот это вот у него передняя часть. Груз весь расположен сзади. Есть два варианта посадки на этот каяк. Можно сидеть на подушке, которая идет поперек корпуса. Можно сидеть на подушке отдельно на надувной, но в комплекте ее нет. Просто обычно я сверху сижу, только когда рыбачу. Вот отсюда, когда здесь сидишь, удобно спиннинг закидывать высоко. В обычном положении движения я сижу вот на обычной надувной подушке, сверху сидушка. Получается, что вот эта подушка, она выполняет функцию спинки и можно абсолютно по-разному садиться, больше сгибать спину, меньше сгибать спину, подушку сюда как бы двигать, тогда более лежачее положение получается. Подушку сюда придвигать вот эту, тогда положение более вертикальное получается. То есть меняешь посадку, это очень классно при длительных переходах, потому что сменяешь позу, и меньше устаешь, меньше все затекает. Убираем эту деталь, она некомплектная. Вот здесь такие декольца стоят, спереди две штуки. В них были пропущены специальные леера для того, чтобы можно было фиксировать колени при каких-то там переворотах. Эти леера, эти стропы я тоже убрал, потому что когда они намокают, неприятно трется в одежду и одежда начинает тоже от них промокать. Ну и вдобавок эта часть мне как бы не нужна, я ими не пользуюсь, поэтому это я сразу же убрал. Значит по всему периметру будут такие вот леера капроновые толстые, держатся на вклеенных кольцах, очень классная конструкция, удобно за них каяк носить, удобно что-то цеплять, ну просто классно. Спереди, сзади ручки, ручки из того же капронового толстого шнура, в такую трубу убраны, шланг точнее, очень удобно за них нести. Если вдвоем, то, ну вдвоем на двух каяках идешь, то очень удобно при переноске. Один встает спереди, берет в правую и в левую руку обе ручки от обоих каяков, в другой сзади и получается, что за одну ходку ты обо каяка переносишь. Очень удобно. Значит конструкция два надувных баллона отдельных и надувное дно. Дно жестко не закреплено, крепится здесь на специальных стропах. В общем-то можно дно делать выше, дно делать ниже. У меня такой необходимости никогда не было и вообще думаю, что ну как-то для меня короче эта функция совершенно не востребована. Кто-то, я знаю, когда ходит на таких каяках, сидит прямо на дне. Я не представляю, как это можно делать, потому что каяк самоотливной, если мы посмотрим, то то мы увидим, что здесь отверстие для самоотлива. Система классная, система работает очень здорово. При какой-то волне, при дожде, вода при прохождении порогов, при захлестах, вода не скапливается внутри, вода сама выходит. Это очень классно. На ходовые характеристики влияет это не лучшим образом, но тем не менее. Поскольку каяк самоотливной, есть такой эффект, что при надавливании сильным на какую-то точку пола, например, в этой точке она становится самой нижней и может уходить в воду ниже всей остальной конструкции, самой нижней. И получается, что здесь, я потом попробую это снять, что здесь выступает вода. Сухо. Мокро. Поэтому, если вы сядете прямо задом на пол, то однозначно вы будете постоянно с мокрым задом. Как-то, ну, не знаю, натянуто такое путешествие. Постоянно в мокрых штанах, я не знаю зачем. Поэтому, либо здесь я сижу, но, опять же, это для длительного пути это не очень хорошо. У него и так парусность приличная, а если еще подниматься, то, ну, как бы, это ходкости не добавляет. Здесь сидишь, центр тяжести низкая, управляемость хорошая получается. На каких-то порогах, там, если тебя начинает кувыркать немножко, то более себя уверенно чувствуешь. Значит, вот, сейчас попробуем подойти поближе. Достаточно легкий, совершенно спокойно его один человек поднимает. Значит, клапана на баллонах, ну, обычные, стандартные, как на всех остальных лодках ПВХ. Материал ПВХ. Тайм-триал говорит, что это винилплан какой-то. Ну, мне это ни о чем не говорит, я в этих материалах не сильно разбираюсь. Если сравнивать с моей лодкой ПВХ, которая под мотор, 3,40 у меня, то материал очень похож. Если и тоньше, то совсем ненамного. Ну и вес, скажем так, 14 килограмм. Достаточно приемлемый вес, ну, лично для меня. Значит, собирается, он очень просто этот каяк, даже сборкой это нельзя назвать. Вынимаешь его из чехла, надуваешь, все, можешь плыть. Точно так же его и собираешь. Просто выпускаешь воздух, сворачиваешь, убираешь в чехол, все готово дело. При сборке и разборке, ну, в смысле, при подготовке к спуску на воду и при подготовке к уборке в чехол, никакие части не нужно демонтировать, как-то снимать, разбирать. Ничего потом, соответственно, не надо регулировать. Очень много времени экономится. Отчасти то, что каяк легкий и то, что он легко очень подготавливается и легко собирается, сильно повлияло на выбор мой именно вот этого вот судна. Плюс наличие системы самоотлива, ну, я считаю, такой компромисс. Слегка теряем в скорости, но зато получаем комфорт, в лодке нет воды. Ну, считаю, оно того стоит. Погода обычно у нас все-таки не хорошая, когда у меня основные сплавы. Это весна и осень, постоянные дожди. И, ну, принципиально для меня, чтобы вода могла из лодки спокойно выходить, чтобы я там не плавал внутри. Что касается качества изготовления и таких каких-то эксплуатационных характеристик. Считаю, что качество вполне на уровне, несмотря на то, что купил я его с каким-то, может быть, небольшим браком. Потому что после первого моего похода водного у меня начал травить он в области носа по шву. Ну, и думаю, что вряд ли можно было именно вот так вот. Причем, ну, с той стороны именно, где никаких усилий и никаких там ударов там быть не может снутри носа. Думаю, что какая-то была не очень качественная проклейка. Но, судя по тому, что все остальные швы держат хорошо. И я его, в общем-то, нагревал сильно, охлаждал там. И походы у меня были достаточно такие, не сказать, что очень длительные. Но для каяка достаточно такие непростые. С большим количеством волоков, каких-то продираний по камням, продираний через какие-то ветки, деревья. Поэтому, ну, могу сказать, что более-менее, более-менее все держит. И оценка хорошая за швы и за качество материала. Значит, один раз я его пропорол. Ну, точнее, проткнул. Не знаю как. Совсем небольшое отверстие было. Я сдавал в заклейку. Ребята, мы ставим триала. Мне они его починили. И один раз я его проткнул сам. Тоже не знаю, кстати говоря, чем. Скорее всего, все-таки веткой какой-то. Или где-то, может быть, проплывала какая-то деревяшка с гвоздем. Хотя выше в этой линии, не знаю. Вот не далее, как вчера я это обнаружил. Вчера клеил. Уже здесь, на острове. Нашел дырку. Вот она. Зараза. Вот следы. Мы и работаем. Вот такая получилась. Классная. Классная. С заплаточкой. Вот. Поэтому, ну, нельзя сказать, что какой-то супер надежный материал. Супер прочный. Но нагрузки я ему давал неплохие. Поэтому считаю, что качество хорошее. И для вот такого туристического использования лодочка вполне подходящая. Значит, ну, немного скажу теперь по поводу того, на что можно рассчитывать, покупая вот этот каяк. А на что рассчитывать не стоит. В плане скорости, комфорта и прочих таких вещей. Значит, ну, если сильно не убиваться и такой, как бы, не знаю, приличный средний темп гребли поддерживать. И считаем, что ветер, течение отсутствует. Ну, такие вот гипотетические условия. Я бы где-то рассчитывал на скорость порядка 6 км в час. 6-7, может быть. Ну, от вашей подготовки зависит от веса. Понятно, что просто так скорость невозможна на нем. Как бы сказать, какая будет у вас. Вот у меня получается такая скорость. При всем при том, что я вешу 73 кг и беру с собой груза порядка, наверное, 15-16 кг. Ну, плюс-минус. Вот что-то такое. Парусит он очень здорово. Если ветер какой-то встречный или даже попутный, да вообще любой ветер, он как бы этот ветер чувствует и приходится как-то лавировать, компенсировать гребли это все. Но все это в рамках, скажем так, разумного компромисса какого-то. Лодочка легкая, лодочка резиновая. Понятно, что высоко выступает из воды. И что-то требовать такого сверхъестественного не приходится. У него ровное дно относительно. Поэтому можно было бы сказать, что он курс держит плохо. Но я так вот не считаю. Курс он держит прилично, приемлемо, скажем так. Не как-то сильно работать веслами на удержание курса именно специально. Мне не приходится. Бывают забавные ситуации, когда ветер попутный, сильный. И за счет парусности тебя начинает разворачивать кормой вперед. Это интересно. Тогда вся гребля уже сводится к тому, что ты просто гребешь как бы не в поступательном направлении. Не в прямом, а именно пытаешься вращаться, компенсировать этот разворот. Чтобы в какие-то дни я не вышел из-за того, что был сильный ветер. Или я как-то не смог дойти до туда, докуда хотел из-за ветра. У меня такого не было. Хотя пространства достаточно большие, открытые я покрывал. И в не очень хорошую погоду и в ветреную. Поэтому считаю, что с ветром на нем можно как-то бороться. Для меня норма по воде без течения, при среднем всех остальных условиях, на нем пройти в день 25-30 км. Это нормально. Не напрягаясь, скажем так. Делая какие-то остановки постоянно, что-то где-то смотря. Я постоянно так хожу. У меня нет такого, чтобы я шел куда-то на скорость. Если нужно будет пройти больше, думаю, что я могу пройти и больше. Просто мне это не нужно. Поэтому в среднем дистанция для меня за день это 25-30 км. Скорее 25 даже. 30 это для меня уже будет. Значит, что я куда-то очень хочу доплыть сегодня. Поэтому для каких-то таких походов не супер длительных, понятное дело. Суденышко вполне подходящее. Более чем. Достаточно я в нем себя комфортно чувствую. Можно спокойно, не боясь как бы соскользнуть, отчаливать. Там в самых таких достаточно сложных местах. Где-то причаливать, вылезать. Я практически всегда в ботинках. И, то есть, ну, конструкция судна позволяет как-то не мочить ног. Хотя понятно, что это, да, от многого зависит. И не везде, скорее всего, это получится. Но по моим маршрутам обычно я все-таки хожу в ботинках. Если, например, какая-то ситуация, что холодно на улице очень, и я выплываю. Ну, в таких ситуациях только я бывает одеваю сапоги. При гребле там минимальная какая-то, но все равно как бы вода свисла летит. Поэтому одежду я предпочитаю, в принципе, какую-то более-менее непромокаемую. Ну, плюс к тому, что погода обычно там у нас здесь такая хреновенькая. И всегда можно дождя ожидать. Ну, в сочетании с этим вот как-то так. Теперь попробую показать, как суденышко ведет себя на воде. Ну, совершенно спокойно можно как угодно размещаться. Не боясь опрокинуться. Вот это сейчас посадка на подушку надувную. Грибу я совсем сейчас тихонько, плавненько. Я считаю, что ходкость для такого суденышка вполне приемлемая. Ну, понятно, что очень легко повороты выполняются, остановки. Судно очень маневренное. Вообще на нем ходить одно удовольствие. Вот второй вариант посадки. Ну, я его использую только на рыбалке. Ну, кстати, ловить на спиннинг с него вполне. Так же, как и охотиться. Вот так вот. Вот такое замечательное судно у меня. Я считаю неплохой компромисс между скоростью, маневренностью, комфортом с одной стороны, и с другой стороны удобством транспортировки, сборки, разборки, быстроты подготовки. Качаю я его насосом электрическим всегда, браво. Где-то уходит порядка 5-10 минут на накачку. Но это электрическим насосом. Ножным, понятное дело, это совсем другая история. Но у меня, поскольку лодка ПВХ есть, насос есть к ней, поэтому я пользуюсь. Очень удобно. Вот такая вот посудина. Я ее очень люблю. Мы много вместе путешествуем. Поэтому, если кто-то сомневается в выборе, то, скорее всего, можно этого надувного друга рекомендовать к покупке. Если обзор был полезен, интересен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет много всего еще интересного. Всем привет и пока!